Ко дню столицы в регионах Казахстана запланировано проведение различных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, пропаганду национальных ценностей. О том, какие из них будут проведены в нашей области, рассказали на брифинге региональной службы о коммуникации. В День столицы много мероприятий проведут в районах области. Прежде всего, это праздничные концерты. В них примут участие все артисты и творческие коллективы районов. Кроме того, в школах состоятся тематические выставки, литературно-просветительские часы, а для самых маленьких проведут утренние викторины. Также планируется организация спортивных соревнований во всех районах. А главное событие состоится на площади первого президента в Уральске. 6 июля в 8 часов на площади первого президента пройдет праздничный концерт. Также будет организована выставка детского творчества и прикладного искусства. Концертная программа начнется с хореографической композиции на песню «Астана» танцевальной студии Карла Гаш Кадырбековой. Программа продолжится выступлением народного танцевального ансамбля «Назерке» и номерами квартета «Серлер». В связи с тем, что 2022 объявлен годом детей, в концертной программе будет много детских выступлений. На торжественном мероприятии также выступят Алина Герц, Адиль и Мико, широко известные среди молодежи региона. Праздник пройдет в разных микрорайонах областного центра и обещает быть интересным. Культурно-спортивные мероприятия состоятся во всех частях города. В городских дворовых клубах ко дню столицы запланированы конкурс выразительного чтения, рисунков и другие мероприятия. Согласно плану, будет проведено порядка 30 мероприятий. 23 из них культурно-массовые и 5 спортивных. В рамках дня столицы будет оказана поддержка многодетным семьям, ветеранам, социально незащищенным слоям населения. На благотворительные акции с привлечением широкой общественности будут мобилизованы молодежь, волонтеры и предприниматели. Екатерина Шмидт, Алтенбек Таншкалиев, Аида Сагидула, телеканал Акжаик.